В Чите продолжается реконструкция площади Декабристов. Накануне небольшой памятный знак в виде часовни, установленной в западной части парка, был увенчан крестом и куполом. С подробностями наши коллеги из апархиальной студии. Эта площадь когда-то именовалась Старособорной. Ведь именно здесь, близ Березовой рощи, возвышался любимый за Байкальцами старый, уютный деревянный Казанский собор. Он прослужил Читинцам 58 лет. И вот почти через 80 лет, после сноса старого храма на Старособорной площади, ныне площади Декабристов, установлен памятный знак часовни. Небесно-синий купол в нетрадиционной квадратной форме, с золотыми богородичными звездами и крест перед подъемом осветил митрополит Читинский Петров Забайкальский Дмитрий. Даже если храм разрушен, то тот ангел, который присутствует в этом храме при освящении, он не исчезает с этого места. Это один из крестных ходов на Казанскую икону Божьей Матери. И как раз крестный ход сюда, на эту площадь, где когда-то стоял храм. И поэтому эта часовня будет, видимо, тем центром, к которому мы будем идти, как точки сакральной, точки нашего духовного соединения нынешних забайкальцев и читинцев, к теми забайкальцами и читинцами, которые эту духовную жизнь знали лучше, жили по этим Божьим законам и строили храмы. Купол изготовили читинские умельцы, мастерской Евгения Куржумова. Всего в багаже мастеров более десятка куполов для разных храмов России. Купол для новой часовни весит около 400 килограммов, а на изготовление ушло полтора месяца. Делается каркас, вырезаются пластины, материал нержавеющая сталь, с покрытием окиси титана, вот синий цвет, ну и изготовление звезд. И все это собирается. Работа такая кропотливая. Не то, что в работе сложности, а как обычно, какие-то препятствия такие сложные возникают. То свет отключат, то что-то сломается. Ну, это нормально в этой работе. Подъем креста и купола – это еще не завершающий этап в устроении часовни. Здесь со временем будут установлены стенды, рассказывающие об истории Старого Казанского собора. В советское время здесь лежали плиты с кладбища, да, и мы попирали, к сожалению, эти плиты ногами в память своих предков. Общественное движение «Красивая чета», которое планировало и осуществило здесь реконструкцию этой площади, они предложили установить вот этот памятный знак в виде такой часовни. Это восстановление исторической справедливости. Часовня, как и бывший храм, будет носить имя Казанской иконы Божьей Матери. И люди, отдыхающие в парке, всегда смогут молитвенно вспомнить и об утраченном храме, и о своих предках, которые век назад тоже молились на этом месте. Студия «Слово» Забайкальской митрополии. Студия «Слово» Забайкальской митрополии.